Начинаем. Итак, тут я с того, чтобы узнать, как начать семейные отношения с целью создать гармонию в отношениях на все оставшую жизнь. Пожалуйста, поднимите руки, кто на этот мастер-класс? Как создать семейные отношения на все оставшую жизнь? Куу, окей, отлично, супер. Так, мы это пространство разрезаем. Вы с нами, нет, друзья? Сядьте, пожалуйста, за. Очень важно, что вы были вместе, если хотите. Друзья, давайте начнем тогда. Позвольте представить, я Руслан Монор Баранцов, я постановленный мастер-класс, я по семейным и международным отношениям, и я здесь сегодня для того, чтобы помочь вам, по рекламному модели, для того, чтобы помочь вам найти ответы на те вопросы, которые вас интересуют сегодня касательно семейных отношений. Я здесь не для того, чтобы вам давать консультацию или говорить, как вы должны делать, я здесь только для того, чтобы помочь вам найти ответы, те, которые вас уже не слушают. Понимаете? То есть самый лучший ответ, который вы можете найти на дикой вопрос, находится у вас внутри. Что вам, где-то Василий, где Тупик говорит, это так только ориентировка. Или вы видите, какие-то счастливые семьи. И вот попришла семейная пара, которая говорит, ну, мы такие счастливые, мы живем вместе, давайте вам расскажем, как можно жить. Как она будет, она будет? У них другие условия, да, у них такая ситуация, у каждого своя карма. Кому-то очень повезло, у них хорошее, много благочисленных, они живут 25 лет уже вместе. А я пытаюсь 15 лет сойтись, и 15 лет каждый год новые отношения. Понимаете, да? Смотрите, преимущество групповой работы, друзья. Преимущество групповой работы в том, что здесь, как в групповом коучинге, вы задаете себе вопросы, и каждый находит на себе ответ. По окончании мы постараемся сделать так, чтобы мы сделали обратную связь. В чем она заключается? В процессе наших вот полтора часа работы у вас будет свое впечатление о том, как нужно начинать с сестрой семейные отношения, для того, чтобы они были крепкие на всю старшую жизнь. Затем, смотрите, то есть вы, вот здесь у вас сколько, 25 человек, да, да? Вы смотрите на слона семейных отношений с разных сторон. У каждого из вас будет свой опыт. Затем в конце мы поделимся. Каждый расскажет то, что он увидел со своей стороны. Представляете, сколько у вас будет дополнительной информации? Не одно единственное, а 25 разных взглядов на эту проблему. Как создать семейные отношения, которые будут длиться все остальное, что вы видите? Прекается вам? Матыш, вам не прикается? А вам, Матыш, вам интересно? Друзья, чем хорошо, когда мы все в кучке, мы создаем единое пространство. Если вы рассеялись туда, то есть вы уже не в пространстве. Идея черговая работа. Мы сейчас достаем, Слюш, спросите, я тут кто-то у нас в команду. Мы должны создать пространство энергетическое. Мы работаем с иметь, как, знаете, команда. Брейнсторминг. Вот у нас сейчас будет работа мозговая атака. Как создать семейные отношения, как начинать знакомиться, чтобы они были в любую жизнь. Для тех, кто в парус, семейный. Кто семейный парус? Это будет? Отлично. Кто в паре вообще не, кто в паре пришел? Кто в паре и в отношениях? Те, кто семейный, кто уже в паре, кто уже является мужем женой. Для чего вам это полезная информация может быть? Смотрите, вы когда построили дом, уже в нем живете. Вы заехали в какой-то дом готовый. И вы не знаете, насколько этот дом крепкий. Фундамент, стены, крыша, печь и так далее. Да? Так вот сейчас, прослушав, поработав на тему, как должны строиться отношения, чтобы они были виной в жизни, вы сможете посмотреть, все ли у вас в порядке было на этом процессе. Секается? Отлично? Хорошо? Итак, ну что ж, начнем работать. Задавайте свои писуки. Просьба телефона себе отключить, чтобы она вам не мешала. Давайте вот сейчас будет хорошая тренировка. Мы находимся в простатстве, где много людей. Мы можем поединиться, сконцентрироваться. Мы будем здесь счастливы. Вот за этим простатством, которое нас примет, никого больше не нужно. Мы одни. Телефончик отключите. Давайте я сделаю сейчас буквально две минуты медитацию, такую, чтобы сконцентрировать. Где какая? Поскольку у него работают с внутренним я, нужно, чтобы будет здесь сейчас. Очень важно съесть ровненько. Спинка ровненькая. Спинка ровненькая. Ножки не перекрестнутые. Ровно стоят на пол. Все остальные. Ненужные предметы удаляем. Ребята, прекращаем работать. Разговаривайте. Нажмите, пожалуйста. Все внимание. Каждый себе сейчас. Каждый будет задавать вопрос своего внутреннего я. Не соседу. Не слушай, что сосед говорит. С вами мы дадим и я. Так, кофе-то вкладываем, чай-то вкладываем, ага. Взбираем. Нажмите. Пожалуйста. Закроем глаза. Давайте сейчас закроем глазки. Ровно к спинке. Ровно. Поднимся. И так можно снять, чтобы с клуба погулять. И чего нужно с тобой погнали? Да? У вас идет энергия. Давайте закроем глазки. Медно-глубокий вдох. Медно-глубокий вдох. Медно-глубокий вдох. Ну, задержка дыхания. Медно-глубокий вдох. На выдохе все печали, все заботы воспакивают. Вход легко и приятно. Для чего сейчас мы работаем? Ну, чтобы просто сконфрируйся и повестись. Я понимаю, просто, что это очень напряженное, но есть возможность вам прочувствовать. Продолжаем душах. Ну, например. Оставьтесь успокоиться. Вспомните, где вы находитесь. Какое сегодня число. Вы находитесь в доме. Украинский дом. Город Киней. Краина. Планета Земля. Сейчас велено. 17-75. Тот, для кого это удивительно, что мы сейчас делаем, попробуйте просто отключите струк. Это очень важно. Ум должен отключить. Если вы будете на маме сейчас, вам ничего не просим. Это работа для внутреннего дня. Ум здесь не работает. Ум не все работали раньше, ничего не получилось. Продолжаем решать. Вы слышите постарались руки, клики и расслаблены, которые рассказывают. Вы осознанно чувствуете свое тело здесь и сейчас. Продолжаем расслабиться поздно. И смотрите, что вы разговариваете с соседей. Вы здесь и сейчас. В этом состоянии попробуйте просканировать снизу вверх, чтобы все ваше тело расслаблено. Мышцы снизу вверх, ноги, стопы, бедра, живот, спина, плечи, шея, голова, щеки, голы. Все в же части тела расслаблено, особенно мышцы лица. И задайте себе вопросы сейчас, которые вас больше всего беспокоят. Вопросы, которые вас больше всего беспокоят, которые вы пришли сюда. Продолжайте обращаться к своему внутреннему, я с таким настроением, как будто вы, маленький ребенок, обращаясь к своему самому дорогому человечку. Хочете найти ответ, который вам очень-очень нравится, от решения которого зависит ваша судьба. отключите полностью, вам будет прикрыть образы, звуки, картинки, сабы, фабрик, обоняние, сознание. Отключите, не анализируйте, просто вкладывайте в корзиночку. Это будет ваша нафра, на которую вы потом будете сказать, что это будет. Еще минутку, это состояние будет. Продолжайте вопрошать, вопрошать свое внутреннее, яйцо. Вопрос, который вас больше всего беспокоит. Мать ответ, на который будет решена ваша судьба. Вы должны быть с того настроения, как маленький ребенок вопрошает к Творцу, к Богу. Если вы это есть, вопрошайте к тому человечку, который может вам помочь. Чем искренний наш запрос, тем чище от лет, который приходит. Продолжайте вопрошать. Еще 30 секунд, когда мы закончим. Сложите все эти образы, которые к вам приходили, в корзиночки, с которыми вы потом поработаете. Не анализируйте их. Творец, Господь общается с нами через образы, звуки, через руки, которые дают нам формы. Не может, нам вообще случилось голос. Эти формы дают вам открыт. Сейчас мы уже сделаем глубокий вдох. На выдохе напрягаем руки, сжимаем кулаки, выходим в состояние. спокойно в будущем состоянии здесь и сейчас. Поскольку у нас здесь очень много, и у нас время всего лишь час, смотрите, вот то, что вы сейчас видели, идея какая. Вот смотрите, здесь я вам сейчас только даю понимание, как это нужно работать. Вы дома можете это делать самостоятельно. и вообще вот задача нашей вот этого мысль-класса в чем? Что вы стали осознанными. Я ничего нового не скажу, вы все это знаете. Душа знает все ответы. Моя задача сейчас вот наша групповая работа пробудить внутреннее сознание. Услышать уму, услышать, что говорит душа, которая все в эти годы пытается сказать, что ты идешь не тем путем, а включи ум, включи душу. Душа знает, куда нужно жить. Она знает, что нужно делать. Ум, который хочет наслаждаться, он думает, что надо хорошую работу, престижную, много денег, прекрасную квартиру, машину и естественной почести. На душа говорит, эй, ты не туда тратишь ресурсы. Это не то, что тебе нужно сейчас. Кто отец бога реакорнации есть. Кто-то еще смелее, понимаете, я столько как будут называть. Здесь вот так. Представьте, что, как сейчас, формула по математике, допустим, A плюс B а на C. Тогда формула решается. Представьте, что есть реакорнация, есть душа, есть творец, есть бог. И, исходя из этого, роботи мою информацию понимать. А затем, когда закончится класс, если что-то это не работает, ну, собрайте, что я вам сказал, и живите дальше, что вы живете. Дадите? Вот для понимания. Окей. Итак, давайте начнем с того, что, давайте мы поговорим очень простой вопрос. Кто хочет знать, как нужно строить семейные отношения, как нужно знакомиться? Кто хочет познакомиться, найти свою половинку на всю создавшую жизнь? Так, кто для того, чтобы сделать ревизию того, что уже есть? Ревизию, смирись, 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 супер. Вы, для тех, кто хочет познакомиться. А мы сейчас поработаю с вами в группе, узнаем, как вы, как у вас это все проходило раньше, к чему вы пришли, сделаем анализ, почему так происходит, что нужно делать было и что нужно делать сейчас, когда вы... Кто разошелся в отношениях? Кто был в отношениях и разошелся? Поднимите, пожалуйста. Не стесняйте, что-то такое, астроном. Вы помните про общество алкоголикам. Что там нужно сделать, чтобы начать процесс извлечения, а что нужно сказать? Дорогие друзья, я был алкоголиком, но сейчас хочу вылечиться. Если я не признаюсь, у меня нет шансов признать хотя перед собой, что да, у меня есть проблема, у меня была проблема, и я хочу ее решить. Ок? Итак, кто был в отношениях еще раз? Был, не есть, а был, у кого были плохие отношения? Кто хоть, есть девственник, который еще ни разу не был в отношениях? Нет? Мадоша, вы еще не были ни разу в отношениях, да? Да, Ок, все были. Отлично, сразу вам вопрос. Давайте подумаем, кто больше одного раза в отношениях? Кто был больше одного раза в отношениях? Все остальные по одному разу? Ну, здорово. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот после того, когда вы разошлись после первой неудачной общения, какая верность была того, что новые отношения повторялись с такой же, с такими же ошибками, но более сложными? У кого такое было? У кого были ошибки со вторых отношениях? Как вы думаете, почему? Программа есть. Откуда эта программа идет? С детства, да? Все утрикают, что программа, которую мы начинаем строить отношения, сначала идет с детства. Прежде всего, наверное, скажем, та программа, с которой пришли бы это тело, да, с прошлой жизни. Затем к нам добавляют родители. Но родители это кто наши? Это те первые учителя в этом новом теле, верно? И тут прообраз, который мы видим на примере родителей. Можем мы сказать, что поскольку мы же нашим не с прошлой жизнью, да, но на подсознании есть такие острые, там, когда моя сегодняшняя соседка, моя бывшая жена, и она мне вот отточек стену, подливаясь вот туда. Почему? Потому что я был плохим мужем в прошлой жизни. Я не понимаю, этого. Я говорю, что за соседка какая, непонятно. Но она когда уходила, просто сказала, я тебя достану в следующем теле. Никуда не денешься. Я переоплощу в твоего ребенка, твою маму, твою папу, я тебя и тут достану. Я с тобой вызывать уроки. Ты не хотел брать ответственность, когда ты был нужен в прошлой жизни? Не хотел. Сейчас я тебе дам понять, что это такое. Вы понимаете, куда я кладу? Что самое первое, когда у нас есть тренинг полноценный, мы сделаем медитацию, чтобы осознание понять, что все есть причина-следственная связь. Поскольку у нас сейчас экспресс, я просто вам даю осознанность, чтобы понять, что все есть причина-следственная связь. Мои мама, папа, мой муж, мои дети, мои соседи, это прежде все мои ученики. Все есть мои ученики, начиная с самого первого. И тот муж, или та жена, с которой убежал, после первых отношений, догонят и дадут добавки с процентами. Кому откликается, что догоняют и дают добавки? Не стесняйтесь, не стесняйтесь, что вы? прононизируйте. Хорошо, может, сейчас не говорить? Дома подумайте, сделайте анализ этого процесса. После того, когда я закончил первое отношение, начал вторые отношения. Сколько из первых отношений повторялось у меня ошибок? Кайси? Ребята, ну, вспомните, у кого было то, что после первых отношений начиная вторые отношения? В то, в другом, по другим соусам, но если мне нужно отработать ответственность, я в первых отношениях не развила ответственность. Она вернется мне в других отношениях, по другим соусам, по другим предлогам. В первом случае мне, например, нужно было встречать жену вечером после института, чтобы она не шла 500 метров по теплым переулкам и не боялась. Мы с ней разошлись. Ну, не эта причина, например, по этой причине. Разошлись. Одна из причин, то есть я не отработал свою ответственность. Встречается ли новый человек, и там уже будет посложнение. Молодая женщина, с которой я живу, наслаждаясь, она вдруг болеет, заболела и требуется мое внимание. Мне последний режим. Примерно. На полгода. Если я оттуда убежал, что потом будет? Дети могут родиться, с которыми будут лежать. Так? Я сейчас, возможно, прирую, но поймите, идея какая. Что тот партнер, который появился на самом первой нашей жизни. И вы помните, что муж и жена, это не те, кто только расписались. Да? Как только мы вступили в интимную бедность. Мы что делаем? Обмениваемся кармой. Друзья, 50 на 50. Как в Америке, да? Может, жена поженились, год прожили вместе, после этого 50 на 50 делим свое имущество. Он был миллиардером, она была дояркой, 50% его имущество она получает. А законы положены. Так же по кармическому закону. Как только мы вступили в интимную связь со своим партнером, мы обменялись кармой. Всем понятно, да, друзья? Я передаю то, что говорят духовные писания, то, что говорят наши ученики. Я думаю, что если каждый из вас осознает, как у вас возникают отношения, вы увидите, что как только вы вступаете в отношениях, как ваша жизнь меняется. Все хорошее и нехорошее мы собираем. И здесь, конечно, наместно сказать, те, кто строит семейные отношения, друзья, кто из вас понимает, что нужно строить это семейные отношения, нельзя вот жениться, пока не попробуешь партнера сексуального. Кто считает? Я понимаю, конечно, как же без секса там, а вот тут уж вот это самое главное, понимаешь. И действительно, это важная энергия, это энергия в трущах, это удовольствие, это энергия денег также. Это энергия удовольствия. В принципе, здесь живет для удовольствия. Кто считает, что мы живем за дело и осво? Кто не согласен, надо же. Согласны? Мы живем на удовольствие, почему же нет? Кстати, одно из золотых правил, которые я себе рассказываю, как самые благие намерники, по-моему, если они стали перед жизнью, стать духовным человеком, стать спортсменом, стать утром, вставать три тридцать, просыпаться, мам, присчитать, на что угодно. Если я не научился получать удовольствие в процессе освоения новых привычек, то что бы ты дали? Терполь сурвался, мне все не хочется работать, да? Я вот за загрузку, добить, когда вы достойны. Самые благие намерения, если они не приносят нам удовольствия, мы не научились получать вкус, когда терпеть вырубается, то есть чаша терпения, ресурсы, да, которые дают нам терпеть. Мы не будем этим заниматься. Даже если я понимаю, что очень важно вставать три тридцать, читать мантры, быть вегетарианцем и все остальное прочее, но если у меня нет на это ресурсов, согласны, что я не буду это делать? Ребят, кому это не кажется? Значит, какая идея? Нужно получить ресурсы. Нужно научиться получать ресурсы. И если по сечению нужно научиться получить удовольствие от этого процесса, пока не закончился наш ресурс запасной. Допустим, я решил научиться, хочу вставать четыре часа утра. И если, говорю, в течение двух недель я могу терпеть, заставлять сейчас не могу, денег заводить, которые хочется выкинуть куда-то подальше, то в течение двух недель я потерплю. И вот хватит в течение двух недель, я чувствую, что две недели мне нужно, больше не смогу. Если в течение двух недель я не научился получить удовольствие, я уже не буду дальше вставать. Верно? Поэтому что, сигнал какой? Если вы не научились за это время получить удовольствие, значит, нужно что-то делать по-другому. Либо это не ваше, либо вы вообще не готовы. Каждый ценит себя сам. Но очень важно научиться получить удовольствие. Соответственно, возвращаемся к отношениям, встречаниям. Когда встречаемся, знакомимся, как же, кто-то без секса, да? ходим и не женимся. Верно? Мы сейчас встречаемся, выбираем. Вы представьте, у вас такое десять человек, с которыми вы встречаетесь, выбираете. Тот десять человек, каждый из них еще с десять человеками. Тот еще с десятью. Представляете, какой днепр такой? Пространство. И вы попробовали стать одним вас, у которого было десять девушек, у тех десять девушек было еще десять девушек, у тех еще десять. и так где-то там десять-пятнадцать лет, да? Представляете, сколько кармы вы набрали? Хотите вы это? Ну, просто подумайте, хотя бы это где-то. Я обычно говорю так, а что если бы этот Вася имел отношение, ну, девиться с кармой, со всеми принцессами высшего гатунку, высшего класса, браманического, или хотя бы кшатрии, все были царевны, королевы, с прекрасной кармой, тогда бы, наверное, я бы, наверное, купил мясный кармой, хороший, да? Ну, помните, как про царя царевича взять с него плеча шубу ношенную, поношенную, с царского стола? Да? Это престижно, с царского стола, потому что ты нижний класс, тебе что-то дать побольше дают. А представьте, там, ты царь, ты князь, князь, а тебе дают шубу поношенного кузнеца. Попекается, да? Не очень хочется, да? Поношенную шубу кузнеца, которая ниже моим классом. Вот это вам подумать, осознать, что происходит, когда наступаем длительные отношения, для того, чтобы узнать, подходит ли партнер. Кто хочет узнать, ребята, как можно поднимать руки, кто хочет узнать, как все-таки можно встречаться, не вступаем длительные отношения до брака. И узнать, что это человек, когда мы жениемся, проблем с сексом не будет. Кто хочет узнать, поднимите руки. Отлично. Хорошо. Вкратце, быстренько. Время очень мало. Смотрите, идея такая. Поскольку вы тут все уже просмотренные, знаете, что комность и все есть причинно-следственная связь. Итак, вопрос, значит, как найти себе партнера, не вступая с ним в сексуальные отношения и знаешь, что это твой партнер. Да? Предица? Ну-ка. Хорошо. Торжите себе вопрос самый первый. Кто наилучшим образом знает, кто мне нужен для того, чтобы торговать с моим кармом? Какая часть меня? Какая часть меня знает лучше всего ум, который хочет наслаждаться, правильно? Ум-то знает, он же любит удовольствие, он знает, он в любом партнере все самое лучшее, все самое красивое. Скина? Что вы можете делать? Это как в Интии, что вы говорите, как в Болгарии. Да? Это для начала. Отлично. Значит, правильно вы говорите, что душа знает, душа знает нашу программу, с которой мы сюда пришли. Но почему у нас сегодня в всех образованиях не получается находить партнера по душе, а по сердцу? Почему, друзья? Не хватает знаний. А в черпе и знаний? как строить отношения. Как обойти. Хорошо, давайте представим, что мы вообще не бомбеса не знаем в наши ведические времена. Ну, пример брали от наших родителей. Верно? И сегодня мы тоже берем это, да? Наши подсознательно это все приносит на ум отношения. Смотрите, если мы, чтобы не осуждать долго, идея такая, значит, нужно отключить ум. Друзья, в сколько дня хватка времени давайте я вам просто сейчас буду рассказать, как надо, да? А потом попробую вам наполнить, если непонятно было, потому что у нас времени очень-очень мало. Итак, я буду сейчас это рассказывать, как вектор. Здравствуйте. Мне очень мне это нравится, конечно. Здравствуйте, когда все подключаем, работаем. Итак, мы понимаем, кто не согласен, будет сразу руку поднимать. мы будем дискутировать. Итак, душа знает, душа наилучшим образом знает, кто для меня является наилучшим учителем. Кому откликается? Ко? Давайте, кому не откликается, кто поднимает. Итак, поскольку душа знает, что мне нужно, с твоего программа я сюда пришел. Зачем мне тогда нужно включать ум и умом выбирать? Ага, у вас есть машина, у Кои, у Пети вертолет. Зачем у него машина? Мне вертолет получше. Так, у него папа президент, а у этого папа депутат, но богатый. А тут президент медный, бедный. Кого взять? Включается ум. А что он хочет делать? Он наслаждается, он ищет. От того, что солнце ему навязал, к этому он хочет то же самое иметь. В наши времена были, как было, мы жили по душе. Мы развивали ощущения. И задача у родителей, самая первая, это дети.